Ну что? Приятно вам нас лицезреть снова. Короче, вот время подошло малышу собирать, получается, манатки. Ну, одежку, одежку, одежку. Сейчас посмотрим, памперсы может по акции поищем. Сегодня мы такой вечерочек медленно, Славке Кунь кофточку, Настике Кунь может кофточку купить. Посмотрим, сейчас видно будет. Вот, беременной маме может быть. Ну так-то мы целенаправленно пришли малышу. Малышу, конечно, надо купить, ребят, потому что будет холодно уже, когда в ноябре. Купить и на выписку. Поэтому приехали мы в детский мир. Ну, приехали в детский мир, но на это, как он называется? На революцию. На революцию, да. У нас на карточке 400 баллов, получается, есть. Ну, 400 рублей, как бы. Саша. Да, надо списать их. Че? Че, ребят, скупой, да? Скупой, дядя? Че, зря, да. Нет, ну, если есть, почему не потратить их? Приятно, приятно. Может у меня выйдет дешевле, чем в другом детском мире. Ребята, Маришка, пожалуйста, что я, когда у него такой вот хохолок она делает на резинку, на голове, я сумоистом называю. Вот, она говорит, ты не можешь сумоиста такого таскать. Я говорю, вот сумоист, вот такая штучка у него. Так что девчонки, которые вот так вот забирают волосы, похожи на сумоистов. Игрушки для коляски. Что с пылькой? Ну, вот такие все с тобой наглые. Вообще, телегу-то мы не взяли? Как только телеги? Да, мамашка, мы сейчас посмотрим. Блин, ну телега-то нужна? Машка, да-то. Ну, вот такая вот, как у девушки телега нужна. Сейчас я быстренько скажу. Ты здесь выбирай пока, хорошо? Игрушки вот эти вот, выбирай. Ну, сколько их много? Вон там много. Давай, выбирай. Смотри, говорит, какая красивая. Ничего, что там малыш уже сидя-сидит, играет. Ну, прикольно, мягенькая. А что тут игрушки? Давай игрушки. Вот на коляску весит, да. О, кубик, наверное, хитрый будет. Лили его задрёт. Лили, это сразу кубик Лили будет. Он такой мягкий. Ключики от БМВ. Пойдём? Какой загончик потом надо купить? Да не. У нас двое детей без загончика были. Да, блин, я вот так вот спал, как бы, вот так вот, без стеночки, чтобы у меня вот этот загончик ребёнок бегал. А здесь, ну, какие загончики, смотри, он может смотреть на нас. Да не, и ставить на куда-то. А что, у тебя квартира большая, поставишь? Вот. Вот такое кресло можно купить, чтобы отдыхать. Нажал, он там. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вообще мы сейчас думаем о покупке кроватки обычной или которая со съёмной стеночкой прикрепляются к родительской кровати. У кого-то был опыт именно вот таких небольших кроваток, которые прикрепляются к кровати. Папа раньше одевал такие вот, вот такую вот эту он одевал, вот так вот горшок, не ходил. Да. У нас много видео есть, кстати, где он так ходит. А если бы горшки были сейчас, тогда такие вот подвозь, он бы был пожарником. А так был ковбоем, да? Да. О, ребята, автокресло, автолюльку, вернее, нашли за 2 300. Прикольное. В принципе, свою функцию он всякое исполняет. Вот смысл как бы за 11, я вот и смотрю, вот то, что крыша на голове. Так он всё равно будет в машине. Ну да. 9 смысл, не вижу. Основа вообще, ну, практически, а, ну это типа двигается туда-сюда, как бы. Но основа там деревянная, не очень удобная. Что, где? Для малышки. А, давай коляску посмотрим, как у нас. Вот там девушка как бы нам написала, или не помню, парень написал, что типа колеса поворотные блокируются. Видите? Ширина сзади колеса и ширина впереди. Мало то, что они уже, они ещё, ось стоит уже. И по колье не получится, если передние колеса вы колею протаптываете в жижи, то задние колеса будут новую колеса давать. Это в 2 раза тяжелее. А когда все 4 одинаковых, то всё ровненько едет. Вон, видите, какие широченные зали. Какие узенькие там впереди. И колья совершенно другая. Вот такая вот ситуация стоит. 29 тысяч. И не качается деревянная абсолютно. Вообще не качается. А эта, эта чуть-чуть качается. Но тоже полдеревянная. Так что я считаю, что мы очень хорошую краску купили. Мариньке говорю, следующую мне девчонку родишь. И вот такой, кстати, такой красивый. С ушками. Давай посмотрим, где мальчишки-то наши. Где, где, где. Это, мне кажется, тоже девчачья. Это девчачья? Ну да, девчачья, наверное. Больно как бы шапочек всяких много. Давай посмотрим, где мужское, брутальное. Так, прям для мужика, мэн, написано, нет? Мне кажется, очень много страз. Ну да. Да-да-да, это женское. Ты что, смотри, гламурно какое. Женское, женское. Смотри, это мужик не может таким носиком таскать. Да, всякие женские эти. Так, ну-ка пойдем здесь посмотрим. Так, здесь не вижу. Где? Ну, это уже, да, это уже такое мужицкое такое, видишь, бегемотики тут. Собаки, зайчики. Ну, такое красивое. Считаете, да, мужичку? Ну, как-то сонно. Эй, эй, тебе нравится? Ну-ка, пны маму, быстренько. Давай, один пинок, я пойму. Давай, руку дэц, ему нравится. О, смотри, какой с мишкой прикольный. Вот это вообще, Марина. Классно, и расстегивает, смотри, какое классно. Смотри, давай идем. Мне нравится. Цена тебя убивает, да? Да. Ты что жадина такая? Ну-ка, быстро размер нашла мужику. Давай дальше. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Ну, ты какой зайчик. Сколько? 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 Еще дам. Жадин. Ну, давай купим, смотри, какой красивый. Такой вообще, мишка такой. Давай, Мариша. У них два размера вот этого. Какой? И такой возьмем давай динозавриком, чтобы у него разные были. Он же будет у нас маленькой звездочкой. Ну, давай. Ну, посмотрим пока. Ну, нет. Ну, что, смотри, какой красивый. Смотри, вообще классный. Такие ручки тут будут. Смотри, у меня даже, чтобы не царапали здесь. Смотри, здесь вот сделано. Смотри, чтобы не царапалась. Видишь? Мы рукавички раньше сшили, а сейчас даже сшить не надо. Раз, два ручки. Ну, толстый, мне кажется. А так на улицу так как ходить? На улицу куда будет ходить? Ну, друг, нет. В коляске. Ну, как зимнее, а поднисто. Вот когда-то мы пошли в больницу там на осмотр. Ну и какой красивый. Ну и какой классный. Или давай вот этого мешка возьмем. Ну, тоже рукавички есть. И менее марки. И какой мишка. Мишка, медведь, научи меня реветь. Мишка, медведь, научи меня реветь. Я не знаю, как раз, так, куда я могу выбрать. Бери по Славке, не ошибешься. Ну, не меньше Славкиного, когда он родился. Давай, нога, 42. Прикольно для маленьких вообще. Такие культочки блюдные. Какое плюшевое. С ухами. Медведь. Ребята, я ему такую куплю. Даже если Маринка разрешать не будет, все равно куплю. Ну, пока, покажи. Ну, покажи. Вот, смотрите, какой медведь. Такой миска у нас будет. А капюсон, если одеть, там мухи. Все по стандарту, как надо. А, со Славой была шапочка с ухами, да? Да. Обязательно ухи нужны. Так, нам надо... Это раскручка для Марины. Покупки для ребенка. Ну, расскажи мне, расскажи. Не, не расскажи. Вон, сарикой, Микки Маусик есть спать. Я же телегу брал. Куда телегу делал? Я, мы куда не делали. Ребята, у нас телегу, походу, спецнурная, в коммунизме. Я нашел свою телегу, потом поехал. Вот моя телега. Я за ней ходил, бунт туда, напротив, далеко. Чуть не из коммуниздили ее. Раз. И, короче, саму это нравится. Знаете, какой кайф она получает от того, что ходит, шопится для ляльки. Но, жаба-то подгорает. Жадина немножко. У нас в семье жадина, Маринка. Ну, хотя, знаете, в последнее время тоже, живя со мной, как кажется, становится расточительная. Ничего, ничего, люблю, говорю. Пробираюсь через такие бураки. Так, любовь моя, я приехал. 30% скидки, любовь моя. Давай, скупай все. Я плачу. Хорошенький. Очень даже хорошенький. Лямочки тут есть все. Как бы стандарт, короче, полнейшая. Вот ему надо вот такую взять. Под памперс. Вот такую. Ну, не, у нас с Настей было, у Слайка не было. Мне кажется, эти были удобные. Неудобно? Ну, ладно. Ну-ка. Ну, давай, может, закерешь? Покажешь? Да, там отдельно кофточка и отдельно полфуночки. Ну, давай, показывай. Давай. Покажи. Тоже с ручками. Да, как раз, чтобы не царапался. Раньше рукавички все шире, и Славки, и Наськи. Я тоже раздумываю. Как мы взяли чуть побольше, 60-мусной размер? Ага. Да, возьми чуть побольше. Если учитывать, что они рождаются где-то 57 сантиметров, то вот этот чуть побольше, потому что поднимать что-то подниз. Да, да, да. Если вот так отходить куда-то, я говорю, вот так же на осмотр больницы, там еще что-то, куда-то в гости. Раз, как бы. Сейчас зима-то у нас холодная. Надо взять 62-й. Давай, давай. Да, давай. Интересно, ребята, малыш понимает, что для него он такой, говорит, красивая. Он же как бы через мать вроде как должен познавать весь мир. То есть, если она радуется, значит, он должен радоваться. Как вы думаете? Давай, покажи. Давай, берем слоняшку. Что, такие дети больше рождаются? Вот ты пока сейчас берешь. Я еще не беру, я размер смотрю. Офигеть. Вон, ребят, смотрите, здесь у нас есть. Вон, какие, по 300 рублей. Видите? Штучки две можно взять такие. Я енотик, я енотик, я енотик. А там возьми, посмотри, что там другое. Я енотик, 62-й. Во, смотри, какой енотик. Полоскунчик. Много брать не будем, мы же не знаем, кого. Полосок не будем, не будем. О, родится большой, у мамы. Ой, ну как, сейчас кот на копеечку. Представляете, надо сейчас лицо засниму ее, когда на кассе будет, и сумму вот называть, увидите, как она меняется. Улыбка в обратную сторону. Улыбка наоборот. Ну, давай, берем енотика и голубенького слоника давай еще. Слоника надо тоже взять. Так, что у нас тут? Ну, здесь уже более взрослые. Такие, как бы, взросленькие. Пиум, пиум, пиум. Вот это, конечно, вообще прикольно. О, джинсы мы потом куплю такие. Такое у меня будет. Пацан, как славян такой же, крутясый. Ну, что, ребят, такой, да? Прикольненький костюмчик. Динозаврик. Ну, такой тепленький внутри. Ну, варежек нет уже. Кстати, вот неудобно. С варежками сразу удобно. Варежек нету. Это, конечно, конструктивно не предусмотрено плохо. Ну, там варежек не было на костюмчике. Ну, что дальше? Распашонки. Это что? Вон там они висят, вон. Вон там вначале. И поворачивайся резко направо. Они? Нет, это костюмчики. Все, что костюмчики. Я просто увидел, что пошито так. Для новороженых. Смотри, какой красивый. О, смотри. Это не распашонка? Это вот для роддома. Вот для роддома. Так, я тебе о чем и говорю. Я сразу же увидел, думаю, для моего мужика висит. Ну, это не распашонка. А что это? А это костюм. Ну, бери костюм. 56. Угу. Бери костюм. Отлично ведь. Вот этот выбор. Огромный. Такой мужской. Видишь, там прям какие-то собачки какие-то. Что у нас в белых цветах будет? Ну и что? Такой мужик. Может, блондин вообще родится? А? Какой блондин? Есть. Может, блондин будет? Есть. Вот такой. Ребята, я предлагаю взять оба. Как вы смотрите? Давайте, пишите в комментариях. Остановите на паузу видео и пишите в комментариях, какой бы вы выбрали. И потом посмотрим, совпало ли ваше с нашим желанием или нет. Здесь получается в комплекте ползуночки. Это я, задай-то костюмчик. Боди. Угу. Чепчик. Чепчик и еще один. Штанишки, да? Ммм, комбинезончик. А там? А Маринка выступает за вот такой вот костюмчик. Да, уже чепчика нет, я не вижу. Да, здесь два комбинезончика получается. Да. Ну все, выбрали? Конечно же мой. Берем. Марина Николаевна, ну возьми что-нибудь еще. Возьми что-нибудь еще. Это тут? Плоспашоночки. Смотри, какая красивая. Давай берем. Ну и покрасиво. Да, берем так на размерчик только. Ну, берем так на размерчик только. Костюмчика для мальчика, 68, это много. Много? 62 есть. Угу. Ну, мы где-то уже тысячи на четыре здесь набрали. Что-то у них на полу лежит. Это мы не трогали. Ну, я подберу на всякий случай. Так, мы поможем. Опа. Повешим сюда. О, какой красивый. Так, что еще есть? Заверните нам все. И побольше. И побольше. И побольше. Где-то ведь выцарапало. А, побольше. Мне вот не нравится, но они сейчас все почти тут идут. Ну, это под памперсом тут именно. Да. Чтоб ножки, видимо. И шапочки. Ну, у нас мы чепчик взяли. Давай, в общем, шапочку еще. О, как крутая. Смотри. Написано для Сашки. Слышала там в комментариях, я читала, в комментариях написали Александр Второй. Да. Ну, я приятно. Больше обращаться так. Александр Второй. Александр Первый. Ну, че? Че, мы не поедем в этот, да? Поедем. Ну, все, здесь я больше ничего не вижу. Хорошо. Вообще, больше ничего не покупаем здесь? Нет. Мы хотели еще зимнюю одежду посмотреть. Шо, Дина. Пойдем. Не надо тогда определиться с чем-то. Это вот мы точно берем. Да. От голубенького я не стал брать. Как-то он, как какой-то матросик, матросил и бросил. Давай. А вот там вот, ну-ка, покажи нам. Покажи. Ну, покажи нам. Вот такого. И покажи, вот, который я Маринке сейчас сделал. Смотрите, какой янод прикольный. Это вот не хлопок, мне кажется. А ты почитай. Мы берем без всяких этих шерсти и тому подобное. Нам синтетика больше к лицу. Нет, сто процентов хлопок. Ну и все. Берем. Давай, Ви все, посмотри, как бы, чтобы не было. Скажите, чтобы был конвертом так же, а потом на ножки разделывался, как у Славы раньше был. А мы не сшивали, разве, Славе? Нет. У нас был конвертом. Он застегивался здесь. Ну, да-ка, не всяко должны здесь висеть конверты такие. Давай посмотрим. Вот, смотри, как бы прикольно тоже. И застегивать удобно. И внутри такой тепленький. Ну, давай, покажи нам, расскажи. Нам вот такой понравился. Да, среди два замка. Ну, что, подевайте, вот. Вот, да, и нутки ткани вот такая вот мне нравится очень. Мне кажется, для зимы холодно. Серьезно, что ли? Так вот зима. А где написано что? Не знаю. И покажи вот ручки, как у него раскладываются, как они замутили. То есть сначала можно так ручками? Нет, не так. Вот вначале вот так, да. Вот раз, все, ручки заделаны получается. И ножки. И ножки так же давай. А теперь сделать потом, чтобы ходить. Смотрите. Раз. Во. И ручки так же. И цена мне нравится. Очень хороший какой. Можем попросить коробку от него. И там на коробке, наверное, более подробная информация. Хочешь? А там цена 62, мне кажется, нам побольше брать. Мы же все равно под низ поддеваем. А такие мишки есть еще? Мне так нравится. У него ушки есть. У него ушки. Прям серенький такой интересный. Приятный. Ага. Девушка показала, что вот этот зимний. А, вот здесь. Вот, да. Минус 20 получается. А там весна-осень. Вот этот трансформер получается внизу застегивается, как и здесь. Здесь уже есть эти такие клепочки, да? А вот он так же выгибается, да? Нет. А там как-то девушка спала внизу, а вот они, клепочки. А, вот так вот. Да, и все, получается, спрятаются. Зашли в такой красивый маленький ресторанчик. Вторка у нас семья. Маришка захотела кушать маффин. Получается. И вот такой вот у них чай. Получается. Что здесь в чая? Малина, розмарин. Ну, у них все мед идет, мы просто не добавляем. Сам по себе чай очень вкусный. Там натуральные ягоды. Ну, как-то он называется. Ред Куп. Так вот. Чай тоже от Ред Купань. Ну, вот, видимо, сейчас перешли. Раньше-то не Ред Куп, по-другому название было. А сейчас, видимо, франшизу купили. Ну, вот Ред Куп стал. Ну, потому что снили буквально густой чай. То есть он как бы не как обычный, а какой-то. Густой, да? Он прям вообще густой, а он льется прям. Как кисель. Как кисель, да? Ну, чуть, пожалуйста. Видите, сегодня она у меня уже счастливая. Не плачет. Хорошо, что хоть из дома не выгоняет, как подписчица написала. То пришлось бы ночевать в машине. Ну, у Лексуси прикольно ночевать, на самом деле. Ты там еще не ночевал. Ну, я думаю, что прикольно, там такие диваны. Я в Шкоде ночевал у нашей. Да-да, ребята, наказывали меня. Как кота помойного. Ночевал в Шкоде. На заднем сидении очень неудобно. Очень не комфортно. Это было больше 10 лет. Да, это было 10 лет назад. А если сейчас выгонят меня в Лексусе, пофигу, я сейчас расстелю там. Целый диван можно. Ну, что, как тебе маффин? В меру сладкий такой, как бы непритерный. Ну, вот на первом этаже получается второй очереди семьи. Ну-ка посмотрим. Ам! И кусочек пропадает. Фокус. Да, такой чай прямо пустой-пустой. Чего, ребят, мы приехали в другой торговый центр. Маринке так хотелось в него попасть. Ну, попали, Мария, что скажешь? Сейчас пойдем посмотрим. Называется «Дочки, сыночки». И, конечно, три по цене двух вещей. Хорошо. Круто. Мы пришли. Вот коллекция новинка висит. 1700 костюмчик. Вот видишь? Ручки не зашиты. 1700. Холстенькие. Вот как мы тоже с этими купили толстенькие. А мы купили. Да. 1299. 1300. Ну, дешевле купили. Да. Дешевле, тоже так думаю. Посмотрим, что тут висит. Получается, на замочках застегаться. Вот 4500 костюмчик. Ну, уже такой толстый. Такой прям. Надо посмотреть, чтобы не было овчины. Вон с подкладом. Ну-ка, посчитай, все состоит. Вроде красивый. Трансформер. Тоже вот трансформер. Это для девочки. А нам надо для мальчика. Как раз вот этот вариант. Ручки застегиваются. Такой мне не очень нравится. Это лучше на осеннее, весеннее похожий вариант. Это такой же, да? О, он даже с бабочкой. Так прикольно, да? А у них еще и эти ножки. Да, так еще и застегиваются. Вот он застегивается, видишь? Ножки застегиваются. Там еще вот эти. Так, а состав где? Тут нет состава. Ребята, дочках, сыночках. Какой костюм? Да, вот по счету уже смотрим. Не можем найти состав. Да, это одна фирма. Да, вот все мы распечатали. Вообще все везде, как мы разобрали костюм. Ни фига не можем найти состав. В ней тут даже пришла продавец помогать нам. Да, эти он тоже не смогла. То есть, вот покупаешь, и что покупаешь? Из чего? Да, ну, видите? Побоялись мы, что пух, вот смотрите, вот этикетка. И тут нифига нету. Вообще нифига. Даже никто изготовил, да? Ничего. В чем-таки костюм очень много висит. Вот такой вот нам костюмчик понравился. Тоже непонятно. Это фирма получилась. Да. Вот этот костюмчик тоже хороший. Он тоже непонятно из чего состоит. Поэтому пойдем и дальше. Ну, что? Как тебе с камешком? Что-то какой-то маленький, мне кажется. Это Амброла такие костюмы большие. На мужика. Какой-то вообще на лялю. Какого-то. А, 56-й. Короче, ребят, с костюмами беда-беда. Кто шьет, непонятно. Что из чего состоит, тоже непонятно. Как вообще продажи такое допускают? Непонятно. Тут-ту-ту-ту-ту-ту. Вот такой. Ну, покажи. Какую цену? 300 рублей. Так, а чем отличается там такая же сумма? Где? Где мы сейчас были в детском мире? Так, мы просто одну распушенку там нашли только. Без этого, без боди. Из такого вот. И что? Сколько? 149. Дешевле, чем там? Да. Хорошо, хорошо. Успокаивай себя. Вот чепчик ты хотела. Вот чепчик. В роддом. Что тебе кажется? Профессионал. Сан Саныч, там мама уже с тебя решила, какой размер у тебя как чё? Да, я взяла. Папа нашёл. Вон ещё вверх у чепчика. Ну, там какой-то девчачий. Где? Вон. Вон, 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 вон. Ну, какой-то девчачий. Это вообще такой мульчишкин. Машинка. 50-й. Пускай в детство привыкает к автомобилям. Что, автоматикам? Не знаю. Давай, бери. Какой возьмём? Зелёненький или синий? Возьми синенький или зелёненький. Вдруг я хочу маленький взять в роддом. Вдруг он вырастет быстро. И что? Побольше лучше взять. Да. Давай, бери два. Жадина говядина, солёный ингурец. Ну, смотрите на девчонок и красивые костюмчики. Всякие блестяшки у них тут. Типа платьишко. Прикольная такая. Такая с мишками. Сейчас действительно выбор. Всё от кошелька зависит. Покупай не хочу. Так. Так, это чё, для мужиков. Скидки у них. Ну, короче, скидки тоже так, знаешь, относительно, Марин. Цену подняли. Фу, навоняли. Скидку, типа, сделали. И цена, в принципе, немножко отличается. Чуть-чуть. Военный. Берём? Да, Слава заценит. Лишь бы Слава у него не отобрал. Славка любит такое военное всё. Всё, один, не помню, не купишь. Короче, вот столько ребят. Столько набрали. Да, и берём. Насколько чекчиков. Вон, эти распашонки. Можно не чекчиком, можно вот такой шапочкой взять. Ну, да, возьмём, прикольно ведь. Да. И вон такая. Это какой-то, вот такого мишка. Да. Мужичок у нас. О, смотри, я не знаю, ты же разбираешься. Ты носочки-то хотела, вот всякие, видите, здесь? Пелёночки, или как они называются? Да, шапку поменяю, вот тут не красиво. Меняй, я не знаю, что ты тут хочешь мять. Давай, какую ты хочешь. Вот это, мне нравится. Ну, не нравится, поменяй. Положи, возьми другую. Вот, возьми мишку. Вот тут с ворежками надо, смотрите, он на руку не царапал. Ногти у них начинают расти, а не царапать, начинают всё. Всё лицо себе. Глаза листья везде. Вот это для дам. Целы отдельно. Вот такая. Для милых дам. Типа платьишки он. Чё только нету. Ну чё? Ну, какой ты взял? Камуфляж? О, настоящий мужик, он камуфлированный, да? Военный. Зелёная синяя. Давай, посмотри. Так, это вообще по 50 рублей. Угу, давай, криф. Это просто что-то, 89. Ну давай, с ворежками страшно. Меньше царапаться будет. Пелёночки сразу возьмёшь. Да? Всё? Ну да. Давай. Пелёночки чё-то убирай. Бирай, выбирай. Одно разу, трёх месяцев бери. Какие маленькие-то потачки. Ну вот, моряцкие вот, бери. Три-шесть. Готов. Вот. Три-шесть что-нибудь вообще? Ну давай. Ну бери их. Давай ещё чё-то. Чё-то девчачьи. Конечно. А ты будто бы не видишь. Вот эти с табачками. Вот, давай, это уже пацанские. Ну, больше ничего не вижу. Ну, нам хватит. Памперсы смотри свои. Памперсы смотри. Говорил Маринке, вот я взял. Сейчас в детском мире за 750 памперсы вот эти вот. А здесь они 949. Говорят, две пачки возьмём. Нет, мы посмотрим там. Мы посмотрим там. В итоге приехали здесь дороже. Экономщица. Вот с ней всегда так надо брать сразу. Никогда не отдавала. На синтепоне получается полиста. Полный отжим и принудительная сушка. На вентилятор, на обогреватель, подсушивание. Просто клампочки друг к другу. А здесь ещё не надо. Постирали и повесили. Главное, жидким моющим средством. Чтобы разводы, то есть порошок, он в пужу выполаскивается. И получается вот эти ручки. Ну это тоже пойдёт. Я вообще как-то у меня не было ничего, было порошок. Я стирала вообще фырик. Вот так вот. Ребёночка нет, ничего. Да, пожалуйста. А, ну вот и целиком получается можно делать. Да, и ножками делается. Этот вот он. Самолётик. Говор-то небольшой. Ну вот такой вот побольше есть, 74. Ну, 68 до 6 месяцев. Ну, моделька узкая, видите? Смотря какой у вас ребёнок родится. Крупный. С щеками может быть уже изначально. Это какой вот примерно вот хочешь жрать? Ну, 68, 74, наверное, не меньше. Это 68. Это 68, но она, я вам ещё раз говорю. Моделька узенькая она, видите? На поддеватель будем всё равно ему ещё. Да, а здесь-то вы убавите всё. Мне как-то 74-ю надо. У вас срок-то когда? Через месяц. Ноябре. Вот считайте, ноябре начало, конец? Начало. Начало. На ноябре, декабрь, январь, февраль. Так вот это, да? Ну, 6 месяцев. 74-й хватит вам. А что фабричные? Это Китай фабричный, Данила. Раньше отшивалось в Москве, когда-то давно. Сертификаты московские отшивают в Китае, но фабрика. По крайней мере, они своих качеств ещё не цепали. Ну, точно такой же, только размерчиком побольше и цвет другой, да, получается? Ну, цвет получается под его коляску. Мальчиковый цвет, в принципе. Ну, что скажешь? Моришка, ты в этот же вариант присмотрела. То есть у него ручки закрывают. Ручки тоже так же, да? Закрываются. Посмотрим? Да, давай посмотрим. Да, давайте посмотрим. Можете нам показать? Так, ну, нам после родов, получается, ну, не 62 или 50, или 68. Ой, нет, нам на тело надо, получается, нам надо 74. Ну, такой большой, мы здесь шапки покупали, Арнеч, костюмы, курточки, славки покупали, очень много курточек. 68 получается. Мы 3 или 4 курточки, да, здесь покупали? Смотри, 74 это вот. Это 74. Тут красивеньких зайчиков, смотри. Большой. Прикольно. Смотри, сзади у него, это такие капюшоны прикольные. Ну, он хорошо смотрится, да. Смотрит, внутри он проходит. До 25 градусов, вот отлично. Ну, это мне лучше. Тут плохо. Здесь нет вот этих, вот здесь, видишь, клепки, а там это, как вот это, вот, ребёнок будет царапаться, а здесь, видишь, конечно, хорошо. Нет, здесь клепочки, всё закрыто. Мне этот костюм очень нравится. А какая цена на него? 4,690. А там... Это фирма оригинал идёт, не подделка. Это финская фирма отшивает Россию, да? Вот Питер, мы читали, Питер отшивает комбезы. По костюму отшивает баллона. Мембрана. Прикольно. Это коричневый, Мариш, не нравится эти совушки вот такие? 74-й вот... Совушки английские. Такой вот есть. И может быть вот такой вот. В коляску-то как раз у него цвет был красивый. Да, и вот такой вот с собой. Давайте с собой вот это коричневый посмотрим. Маришка, в коляску-то смотри, у него там жёлтые полоски как раз коляски есть. Мне нравится. 4 или 68? А, это 70. Может 68 смотрим, да? Я не знаю, какой он. Да-да, вот 68. Вот, 2,68 возьмём, да и всё. Смотри, какой прикольный. Бомбошечки такие прикольные. Давай возьмём такой. Ну, там и там сова. И шапочки. Ну, вот это подходит под кляску, смотришь. Вот это вообще под кляску, в один в один прям подходит. То есть вот прям... А что он такой некрасивей? Это мульчишка. А что мульчишка? Такой он тоже. Это тоже мульчишка, конечно. Это же мульчишка. Это поменьше, это чуть побольше. Вот и шапочку. Тоже из-за софт внутри шапки Польши, фирма Барбарас. Вот, давай возьмём сразу. Да? И вот под эту прям по самому. Вот это вот. Вот он. Да. Смотри, как красиво. Вообще классно. Давайте будем брать его. Там шерсти нету, да, в нём шапки? Там из-за софт внутри шерсти нет. Ребят, ну всё, мы купили вот этот последний костюмчик. Получается, шапочку, которую нам предлагал продавец, мы не купили. Потому что, ну, вот ей надо было продать. Она по костюму всё правду рассказала. А по шапочке сказала, что там вроде как шерсти нету. Но оказалось, что 20% шерсти там всё равно присутствовало. Ну, мы рисковать не хотим. Хотя шапочка также польское производство. Просто мы знаем, у Славика была. Она говорит, что вроде бы не выпускает на таких маленьких. У Славика была, да. У Славика была. У него был стопроцентный акрил. И тоже была польская шапочка такая с ушками медвежонок. Ну, вот фотографию вы видели в коляске, где Саша вставлял. Вот он там в голубой шапочке такой сидел. Она была польская. Поэтому мы ещё поищем. У нас есть время брать ребёнку. Как бы, зная, что у одного есть аллергия. Как бы рисковать. Скига смутила то, что продавец постоянно обманывала. То есть, она говорила, что там нет как бы шерсти. Но Марина смотрит, там написано шерсть-полистирол, да? Да, шерсть-дробь-полистирол. Дробь-полистирол. Она говорит, ой, раньше писали 30% шерсти. Сейчас вот так пишут. Но тут 100% наверное нету шерсти. Да, шерсть это типа место шерсти полиастирол. Они бы слово шерсть не писали. То есть, ну, поэтому мы не стали рисковать. Вот взяли вот такой костюмчик. Отшиваются они в России. И здесь уже указано, да, что до скольких градусов выдерживает. Из чего состоит, что там мембрана внутри. Вот это всё-всё-всё указано. А тика не указана. Ни температурный режим, а достаточно тонкий материал. Он без шерсти. Если считать, то неизвестно до скольких градусов держит. И является ли он зимним вариантом, да, или осенним. Так что, ребят, всем пока. Вот такой вот вложик. Без музыки, но со смыслом. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok